Целый век, это у нас 100 лет, такой истории может похвастаться далеко не каждое печатное издание. На Дальнем Востоке есть только одна такая газета. Республиканская газета Якутия завтра исполняется 100 лет. А сегодня у нас в гостях это люди, которые имеют непосредственное отношение к этим 100 годам. Главный редактор Виталий Андреанов и выпускающий редактор сайта газета якутия.ру Ирина Васильева. Доброе утро. Ну 1 апреля вы уже наверное в курсе, у нас большой телемарафон, во время которого состоится розыгрыш. Выбирайте пожалуйста, вытягивайте свой возможно счастливый номер. Смотрите прямой эфир 1 апреля на НВК Саха, весна на НВК и там объем победителей. Ну давайте наверное приступим к целому веку, который прошел газете Якутия завтра 100 лет. Вот какие может быть можно подвести итоги, какими успехами можете порадовать нас, читателей? Ну 100 лет это огромный срок конечно и перечислять все не будем. Одно скажу, что первый номер социал-демократа, который вышел 100 лет назад, ну причем работа вот именно 100 лет уже началась, до 31 марта над номером конечно, технология издания такая. Он вышел, как утверждают историки, тиражом 500 экземпляров и по сути дела распространялся только в Якутске. Сейчас у нас за 100 лет тираж вышел в 100 раз, увеличился в 100 раз, то есть у нас сейчас 50 тысяч экземпляров. И география 406 населенных пунктов, куда доставляется газета. Это почти вся, у нас около 450 населенных пунктов республики. И вот этот выход на эти тиражи, выход на доставку бесплатную и схемы новые доставки вообще, которые ранее не пробовались со своей службой доставки, это на сегодняшний день, я думаю, главное наше достижение. Не говоря уж о том, что новые форматы используем, опробуем, ищем, так скажем, свою нишу в новом информационном веке. Ну помимо этого газета Якутия совсем недавно стала бесплатной, да? Ну да, это в том числе оказается новых форм доставки до читателя. Доступной, да, для каждого. Какие мероприятия ожидаются в рамках вот такой даты юбилея? Целая программа? Да, программа большая, она не привязана, так скажем, к одному дню, то есть завтра, ну дата сама. Большое праздничное мероприятие, торжественный вечер, проведет Цехотеатр 4 апреля. Помимо этого, дальше уже в апреле будет и круглый стол с чествованием ветеранов, живущих в Московской области, в постпредствии республики в Москве. Готовятся пресс-туры, встречи с читателями. Одно большое мероприятие будет также во время нашей эстафеты традиционной, 74-й уже по счету 9 мая. Ну и дальше уже летом и осенью также ожидаются некоторые мероприятия. То есть у нас весь год он считается юбилейной, весь 17-й год мы напоминаем, потому что у нас столетие, потому что дата такая очень серьезная. Конечно. Вот с газетой, я думаю, многие жители нашей республики не только знакомы, а вот сайт, возможно, еще не все успели посетить, да, электронную газету. Ирина, расскажите поподробнее. На самом деле наш сайт существует давно, но действительно мы совсем недавно, буквально 14 марта, его представили в обновленном виде. Мы называем его интернет-газета. И хотим сказать, что это действительно уникальный сайт. Уникальный по своему, по набору авторов прежде всего и по формату работы, скажем так. То есть мы, как и обещали, мы объединили на одной площадке профессиональных журналистов и приглашенных авторов. Среди них есть тоже, кстати, профессиональные журналисты, которые ведут, скажем, ну, София Булочки, например, известная, да, но у нас она выступает в качестве блогера. То есть мы позвали людей, которые популярны в якутском интернете и даже не только в якутском. У нас есть среди блогеров наших Андрей Геласимов, человек всероссийской, можно сказать, всемирной славой, и наши журналисты. То есть получается, что и содержание соответствующее. У нас есть полноценные журналистские материалы, статьи, интервью, репортажи, и у нас есть посты блогеров. И плюс наши журналисты тоже могут работать, к примеру, в таком же режиме. Они могут написать журналистские материалы, а могут также, как блогеры, выразить свое личное мнение. Да и журналистские материалы у нас на сайте положено как бы давать в такие четко выраженные авторской позиции. Плюс мы подбираем темы, которые вызывают желание обсудить их. То есть у нас главный наш посыл – мы дискуссионная площадка, мы сайт мнений. И то есть мы вызываем читателя на ответную реакцию. Мы очень рады, когда у нас появляются комментарии. Комментарии уже пошли. И что радует, что они в основном именно такие, какие мы хотим. То есть хотим задать тон, хотим дать место, где люди смогут обсудить тему очень серьезно, вдумчиво. И с таким уважительным тоник друг к другу, относясь с уважением. Ну, когда я говорю серьезно, вдумчиво, это не значит, что там надо, какие-то диссертации писать. Нет, можно поделиться эмоциями, своими чувствами. Просто это же интересно. Можно задать вопрос автору. У нас уже есть такие примеры, когда читатели задают вопрос, автор отвечает. Такой живой диалог очень интересный. Самый популярный на сегодня наш блогер, лидер по просмотру – это глава республики Егор Борисов. Ух ты, даже у него есть свой блог. Да, он так вот скромно, тихо, без шума, спокойно. Вот недавно открыл у нас свой личный блог, и там уже есть первая запись. Так, ну ему как подобает Ильдар Хану, он отвечает на такие вопросы, да? Ну, кстати, я хочу подчеркнуть, что этот блог, он отличается. Например, у него уже есть сайт Егор Борисов, там речь идет о работе непосредственно. У нас это более личный блог. То есть человек делится своими размышлениями, своими оценками. Как обычный пользователь практически, да? Ну, практически, да, вот это жанр блога. И журналистские материалы у нас тоже, конечно, хорошо просматриваются. И темы у нас самые разные, от политики до рыбалки, все что угодно. С чем бы вы ни интересовались, вы все у нас найдете. Здорово. Давайте еще напомним нашим телезрителям, куда подойти на ваше главное празднование. Какого числа? Театр 4 апреля, 16 часов. Вход свободный. Все, кому интересна наша газета, все, кто ее любит, знают, приходите. Обязательно приходите. Будет интересно, наверняка будут и призы, и подарки. И концерт. И концерт. Все для якутян. Продолжение следует.